А почему бы в праздничный день не попросить у президента миллион евро? Как это сделал 1 сентября ученик 11 класса Марат Каратов из села Верхнерусска из Ставропольского края. Он предложил Дмитрию Медведеву, который приехал на открытие кадетской школы, инвестировать в его проект 1 миллион евро. Как оказалось, школьник вместе с программистами по всему миру разрабатывает операционную систему, которая в будущем должна стать конкурентом Windows. Президент, разумеется, не был готов к тому, чтобы сразу выложить кругленькую сумму, однако над предложением обещал подумать. Это точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. Уж где мошенники могут себе позволить развернуться, так это в интернете. Чего только стоит спам, рассылаем и в социальных сетях, и в Аське с просьбой помочь умирающему ребенку издать кровь. Ты звонишь на указанный номер, а с твоего счета списывается хорошенькая сумма. Но оказывается, это не единственный способ делать деньги на крови. Срочно нужна кровь для спасения ребенка. Теперь такие сообщения нередко можно встретить и в Твиттере. Ведь ничего не стоит пользователю взять его и скопировать на свою страничку, другими словами, ретвикнуть. Кликнул мышкой и чувствуешь себя сопричастным к хорошему делу. Но это не так. Пытается убедить со своей странички в Твиттере доцент кафедры хирургии Белгородского госуниверситета Андрей Ярош. Серия его твитов может показаться очень любопытной. Тем более, если расценивать их как мнение специалиста, а не рядового пользователя. Ленту постоянно штормит от призыва сдать кровь умирающему ребенку. Я вам официально заявляю, это всегда развод. Кровь от донора обрабатывается и хранится минимум полгода. Потом опять проверяется на инфекции и только после этого идет в дело. Не позволяйте себя обманывать и не делайте эти дебильные ретвиты по поводу сбора крови. Вы даже не представляете, какой это бизнес. Делается так. Люди идут сдавать кровь, но она записывается на мошенников. Потом они продают эти талоны реально больным за бешеные бабки. Конечно, стоит учитывать, что речь идет о Белгороде. Но ведь не секрет, что одни и те же мошеннические схемы могут процветать в разных городах. Да и к тому же фраза «предупреждет, значит вооружен» никогда не потеряет свою актуальность. Любой мошенник должен отдавать себе отчет, что рано или поздно он может оказаться в тюрьме. Кстати, раз уж мы затронули тему наказаний за необдуманные действия в интернете, предлагаю ознакомиться с некоторыми фактами, когда неосторожность в соцсетях стоила людям свободы. 13 способов оказаться в тюрьме с помощью поста в Facebook. По таким заголовкам гуляет в интернете статья, переведенная с американского ресурса The Huffington Post. Потому и речь пойдет об иностранцах, чьи необдуманные действия в соцсетях послужили поводом к их же аресту. Любой уважающий себя американец должен знать, что выкладывать фотографии трупов в соцсетях – это по меньшей мере непредусмотрительно. Так можно оказаться на месте американского парамедика Марка, обвиненного в должностном преступлении. Приехав на вызов, он сделал фото убитой женщины на мобильник и разместил этот снимок в соцсети. Еще один верный способ – загреметь в тюрьму знаком хакеру по имени Джозеф Бернард Кэмпбелл. Нужно взломать почту 20 женщин и вывесить их откровенной фотографией в профиле в Facebook. Интересно, на что надеялась жительница Филадельфии, Лондон Элей, разместив статус на своей странице? «Я заплачу большую сумму денег тому, кто убьет отца моего ребенка». Сначала на объявление откликнулся киллер, а вслед за ним подоспели и полицейские. Оба арестованы в июне этого года. И уж совсем глупо хвастаться в статусе, что ты вдруг стал очень богатым. Тем более, если за пару дней до этого ограбил банк в Хьюстоне. Видимо, 19-летняя кассирша Стефани Мартинес и ее бойфренд решили, что они теперь попросту смогут откупиться. Но этого не произошло, преступников арестовали. Как говорится, слово не воробей, тем более напечатанное на клавиатуре и отправленное в сеть. Одна российская дизайн-студия вышла на власти Санкт-Петербурга с инициативой. Если ее одобрят, то в Питере появится несколько памятников интернету. Во-первых, ими можно будет любоваться, на то они памятники. Во-вторых, на них можно будет присесть. Ведь памятник представляет из себя скамейку в виде аббревиатуры 3W. На нем установят беспроводную точку доступа в сеть, чтобы люди могли не просто сидеть, а сидеть в интернете. Интересно, что в России это не единственный памятник всемирной паутине. Так в Самаре можно встретить обезьяну с клавиатурой перед офисом известного сотового оператора. А это произведение искусства украшает одну из улиц Кисловодска. Автор представил себе интернет в виде лучей, исходящих от земли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!